Добрый день, уважаемые родители и педагоги! С вами снова я, Омега. Как вам кажется, идет мне это новое обличие. Но разговор у нас сегодня о другом. Сегодня мы собрались здесь, чтобы обсудить одну из важных и тревожных тем, цифровую эксплуатацию детей и подростков. В наше время, когда информационные технологии играют значительную роль в жизни наших детей, необходимо быть осведомленными о негативных аспектах, с которыми они могут столкнуться в онлайн-среде. Цифровая эксплуатация детей и подростков – это использование информационно-коммуникационных технологий и онлайн-платформ для негативного воздействия, манипуляции или злоупотребления детьми и подростками. Одни из наиболее беспокоящих общество проблем цифровой эксплуатации – это кибердоксинг и шерентинг. Кибердоксинг – это практика распространения компрометирующих материалов, например, фотографий или видео, о детях и подростках в цифровых средах без их согласия. Это часто приводит к шантажу и психологическим проблемам у пострадавших. Шерентинг – это ситуация, когда родители публикуют приватные материалы о своих детях в цифровых сетях без их согласия. Это может нарушать право ребенка на приватность и негативно воздействовать на его эмоциональное благополучие. Кибердоксинг и шерентинг, как формы цифровой эксплуатации, могут привести к психологическим проблемам, шантажу, потере приватности, социальной изоляции и потере доверия у детей и подростков к родителям и близким друзьям. Таким образом, цифровая эксплуатация влечет за собой серьезные и долгосрочные последствия в области психологического благополучия и может привести к социальной дезадаптации. Как распознать цифровую эксплуатацию ребенка? Давайте разберемся. Это можно диагностировать последующим проявлением. Ребенок может стать более замкнутым, раздражительным, тревожным или впасть в депрессивное состояние. Это может быть результатом психологического дистресса, вызванного цифровой эксплуатацией. Цифровая эксплуатация может отвлекать ребенка от учебы. Если вы замечаете снижение его академической успеваемости, недостаток интереса к учебным занятиям или нежелании учиться, это может быть связано с проблемами, связанными с цифровой эксплуатацией. Если ребенок становится чрезмерно скрытным относительно своих онлайн-активностей, скрывает пароли или информацию о своих действиях в интернете, следует обратить на это внимание. Мы, как родители и педагоги, несем ответственность за обеспечение безопасной и здоровой среды для наших детей в онлайн-мире. Важно быть осведомленными о том, что происходит в цифровой среде, общаться с детьми, предоставлять информацию о безопасности в интернете и научить их узнавать и реагировать на потенциально опасные ситуации. Создайте открытую и доверительную атмосферу, в которой дети могут рассказывать о своем онлайн-опыте и обращаться за помощью. Поощряйте их сообщать о любых странных или неприятных ситуациях, с которыми они сталкиваются в интернете. Я с вами на этом прощаюсь, на следующем занятии вы встретитесь с Альфой, не забудьте выполнить задание к лекции.